Я только начал на самом деле запись, да, и мы прямо в начале, так что все нормально. Короче, мы типа представились, вот, типа все нас и так знают. Сегодня мы разговариваем про сквирт, но со специфической точки, так скажем, приложения. Мы будем обсуждать не просто, как доставить сквирт женщине, да, и что это вообще такое. Мы будем обсуждать, как сделать сквирт самой себе, потому что целевая аудитория нашего сегодняшнего просмотра – это женщины, которые хотят сами получать, так скажем, это удовольствие без помощи мужчинам. Начнем с физиологии. Так, сколько у нас по рекламенту, кстати, времени с тобой? Алло, ты завис? Сколько у нас времени? Да, у нас время, условно, скажем так, в среднем обычно, полчасика, минут 40, час вот так у нас общаются. Ну, окей. Я думаю, ты успеешь рассказать основную часть. 40 минут, короче, будем укладываться, я понял. Первая тема – это физиология сквирта. И вообще, есть ошибочное мнение, что сквирт – это разновидность оргазма. Ты как вообще к этому относишься? К тому, что сквирт – это разновидность оргазма. Слушай, ну я слышал такие вещи, да, было дело. Шаришь, шаришь, как надо отвечать на такие вопросы. Но на самом деле, да, на самом деле сквирт не равно оргазму, а оргазм не равно сквирт. Ну, то, что оргазм не равно сквирт, это и так понятно, а то, что сквирт – это не оргазм, вот это мало кто знает. То есть сквирт – это физиологическая реакция выделения жидкости секрета желез скина, которая может сопровождаться оргазмом, а может не сопровождаться. И когда ко мне приходят некоторые сквиртологи и начинают спрашивать, говорят, Олег, слушай, я вот тут бабу сквиртовал, у меня все получилось, но ей почему-то, сука, было больно и нихуя неприятно. Ну вот, материться ж можно? Ну, я тебя ни в чем не ограничиваю. Все, зашибись. Вот, короче, ей было больно и нихуя неприятно. Начинают спрашивать, задавать мне такой вопрос, я говорю, слушай, родной, ну как бы да, чисто физиологическое, механическое воздействие вызывает механическую реакцию в виде сквирта. Чем сквирт и хорош? Потому что механические действия дают стопроцентную гарантию результата. То есть ты действуешь правильно, поставив правильно руку, надавив правильно на зону G, простимулировав железо скина предварительно, и у тебя будет сквирт. Это механическая штука. Но будет ли при этом оргазм, зависит от других факторов. И то есть, когда большинство мужиков во время секса делают девочкам сквирт, они не задумываются о том, что туда надо еще как-то оргазм подтянуть. Они просто сквиртанули, а там как повезет. Ну, то есть, некоторая женщина такая сквиртанула, почувствовала ощущение примерно, как от клиторального оргазма во время мастурбации, такой быстренькой, на бегу. Какая-то была подготовлена, заранее прогрета, так скажем, как хорошая Lada Priora в 20-градусный мороз. Прогрели ее, она хорошо завелась и поехала. То есть кончила хорошо, прям даже сильнее, чем от мастурбации. А кто-то, блин, получил только болевые ощущения, резь в уретре, блин, и больше ничего. И тут вопрос не в правильно выполненной технике, а именно в заранее подготовленной женщине к количеству уровней возбуждения, той самой женщине. Я записываю такой, подожди. А, да, да, да. Я записываю. Так, начнем с физиологии. Даже кто-то считает, что сквирт – это моча, кто-то считает, что сквирт – это не моча. В конечном итоге правы все. Почему? Мемы на самом деле не такие уж и мемы. Как бы в каждой шутке есть доля шутки. Да, в каждой шутке есть доля шутки. Почему? Сам секрет желез скина, который выделяется при сквирте, выделяется даже не из уретры. Ну да. То есть он выделяется из маленьких таких дырочек. Это выходы канала как раз производства желез скина. Они находятся по бокам от уретры. Их от двух до четырех штучек у каждой девочки. То есть такие маленькие дырочки по бокам от уретры. И вот именно из них входит тот самый секрет. Желез скина. Но так как оргазм и сквирт сопровождаются мышечными спазмами и при этом еще стимулируется уретральный канал, который тоже спазмируется, вполне естественно, что при наличии мочи в мочевом пузыре и в канале этой самой уретры, она тоже от этих спазмов будет выливаться. И вот если у нас сам по себе сквирт, именно как секрет желез скина, выделяется, если выделяется почти только он, ну то есть вообще не будет как бы в идеале, да, вот по большей части, грубо говоря, выделяется только секрет желез скина, то количество этого секрета будет примерно равно размерам от чайной до столовой ложки. Поэтому если кто-то тут захочет показать сквирт в кадре, как в порнографии, ничего прям сверхъестественного никто не увидит. Это надо будет потом вот так вот на ладошке показывать, смотрите, вот я там что-то взбрызнула лимонного сока. Ну такой, в принципе, тип контента тоже есть. Да, да, да. Вот, а в чем фишка? То есть то, что мы видим в порнографии, те приколы, которые мы видим в порно, когда там струя выстреливает на два метра, парень вынимает руки, там в водопад выливается, это чистая моча. Ну это у меня друзья рассказывали, да, что такое есть. Да, да, да. И чтобы такое сделать, нужно просто поднатужиться как бы. Не всех не сразу получается, просто надо поднатужиться, чтобы вылилось. Потому что когда у тебя пальцы во влагалище, как бы сложновато сделать так, чтобы вылилось. Потому что так напряженно все. У мужиков вообще так переключатель стоит, и если член стоит, то пописать почти невозможно. У девочек как бы переключателя нет, но все равно некоторые сложности могут с этим возникнуть. Особенно при передавливании мочевого канала. То есть тоже навык определенный. Да, да, да. И, кстати, есть рекомендация, одна из рекомендацион, так скажем, некоторых специалистов по сквирту а-ля, которые вот прям сделать так, чтобы баба обоссалась. Они предлагают, во-первых, наполнить мочевой пузырь перед сквиртом, то есть хорошенечко так попить. А во-вторых, когда там хреначишь уже, вынуть нахрен пальцы вот так вот, прям из влагалища, чтобы как вот щелкнуло аж. И тогда прям струя польется, да. В этом случае как раз происходит тот самый эффект, так скажем, переполненного мочевого пузыря. Потому что перед тем, как сквиртануть, девочка еще должна потужиться. То есть вот, кстати, рекомендация прям девочкам. Ну, попозже я прям расскажу все критерии, признаки того, что у тебя скоро будет сквирт, и что в этот момент делать. Вот, один из критериев в любом случае – это тужиться и создавать такой позыв к мочеиспусканию, то есть как будто ты хочешь пописать, как будто ты писаешь. И это нормальный, то есть механизм расслабления мышц, как раз который вызовет у тебя ту самую реакцию сквитов. Но при полном мочевом пузыре есть вероятность, что ты и пописаешь тоже. Но в кадре будет смотреться шедеврально, поэтому лично мне вообще на срок. Вот. Как бы то, что в кадре выглядит одинаково. Если это выглядит как утка, движется как утка, значит, скорее всего, это утка. Да-да-да-да-да-да-да. Главное, чтобы в анекдоте была немножко другая. Не утка, но если это выглядит и пахнет как дерьмо, то это дерьмо, да. Ну да, но мы простые. Мы с другой стороны разговор сейчас ведем немножко. Да, и на самом деле большинство мужиков, вот если мы про секс вообще говорим, да, именно про живое, да они даже не знают про то, что там за железо скрина, и что они искренне думают, что это действительно как бы просто пописало. Ну, то есть и это и есть сквирт. То есть они же все в порно видят, и 99% мужиков думают, что сквирт это как в порно. И если ты им дашь как в порно, они будут думать, ебать, я суперлюбовник. Вот. Поэтому как бы, да и хрен бы с ним. Ну, нравится мужикам золотой дождь. Ну, это же это вот, получается, сквирт это типа вот такого. Да, 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 вот это как в порно. Ну ладно, я так немножко посижу, как бы. Все, нормально. Немножко мокрый, как бы. Скажем так, это сквирт. Это вот как раз порнографический вариант сквирта, да, когда девочка пописала на мужчину, и в принципе нормально. Смотрите, есть один нюанс. Девочка сама себе пальцами сквирт доставить сможет, но с очень большой натяжкой. Неудобная постановка руки. То есть в чем прикол сквирта? У нас идет воздействие на зону G пальцами достаточно большое время. Примерно интенсивное воздействие в течение двух минут. Мужики, которые делают сквирт, прекрасно знают, что две минуты делать вот так почти невозможно. Ну, то есть у тебя рука нахрен отсохнет вот посюда. Уже секунд через 30. А надо еще как бы держать темп, потому что темп в этом деле самое важное. То есть мы берем тот темп, который у нас создает максимально сильную стимуляцию, дает максимально сильный отклик, и держим, сука, его в течение минимум двух минут. А девочки как бы сделать правильно, то есть как делают мужики. Вот так вот пальцы поставили, и вот так вот хреначим упертой рукой. Либо вот так вот хреначим упертой рукой. Ну, то есть либо горизонтальная, либо вертикальная позиция. А у девочки вот, ну, как ты будешь хреначить? Ты вот так вот себе засунула, и тебе надо вот так вот давить на эту самую зону G, или еще и тому ретро стимулировать, вот так вот выдавливать из нее секрет железки. Ну, будет очень сложно. Поэтому запасаемся классными, специально, сука, для этого сделанными вибраторами под названием кролики. Лучший вариант кролика, который есть для сквирта, который я использую сам, когда мне лень руками делать, это Miss B от Fun Factory. А, Fun Factory? Слушай, я просто почему-то. Я вот найду картиночку вот этого Fun Factory. Да, да, да. И, соответственно, тоже скину, чтобы Олег рекомендует. Да, да, да. Это мой рекомендацион. Я когда тренинги по сквирту проводил на девочках живых моделях для пацанов, по отзывам девочек я попробовал разные. Я попробовал V-Vibe, я попробовал Fun Factory, я попробовал, так, еще какую-то марку, я не помню, но она уже овчинка выделки не стоит, потому что она вообще дерьмовая из всех самых была. Вот Fun Factory и V-Vibe – две самых прикольных фирмы касательно качества игрушек, на мой взгляд, и по соотношению цена-качество. Понятно, что есть премиальные бренды, они будут точно круче, но и стоят они прям хорошечно дороже. Вот. Мисс Бишечка у нее очень хорошая плотная вибрация, глубокая. На больших мощностях она аж достает до горла, но нам большие мощности не нужны. На самых минимальных мощностях она даже для чувствительных клиторов подходит. Но, опять же, это на самых минимальных мощностях. Вот. Что мы делаем с помощью игрушки? Движение у нас получается такое. Вот у нас кролик, вот так вот кролик этот делает. Здесь у нас усика, которая стимулирует клитор, здесь у нас основной ствол, который будет загнут вот так вот вверх, специально для стимуляции зоны G. А вот даже вот так вот эта херотень будет выглядеть. Вот он прям примерно так похож. И то есть мы берем его в руку и начинаем двигать вот таким движением, выдавливающим наружу. Как раз при этом мы стимулируем уретральный канал железы скина, стимулируем зону G на последней точке, и еще добавляем стимуляцию клитора. Зачем нам все это нужно? Для того, чтобы получить не только сквирт, но и оргазм. Потому что оргазмы у нас где? Правильно, в клиторе. Все оргазмы клиторальные. Это я тоже. Да, да, да. Это мы знаем. Все оргазмы у нас клиторальные, поэтому стимуляция клитора никогда не помешает. С помощью этой игрушки классно еще делать технику мост. Это техника, которая позволяет пробуждать оргазмы вагинальные, а-ля вагинальные. То есть пробуждать те спящие нервные окончания, зоны G, усиков клитора, которые дополнительно дают возможность получать оргазм более объемный, плотный от стимуляции внутри влагалищных нервных окончаний клитора без задействования стимуляции головки клитора. Но это техника переноса. Мы сначала стимулируем все-таки головку, потом переносим внутрь, головку внутрь, головку внутрь. То же самое мы будем делать с вами, когда будем учиться сквертовать. То есть что такое техника моста? И вот как мы ее используем? Даже если мы это делаем руками, без игрушки, что мы делаем? Включаем порнушечку любимую, гейскую, бисексуальную, лесбийскую, классическую, какая кому нравится. Начинаем под это дело мастурбировать и доводим себя почти до предоргазменного состояния. Мастурбируем, естественно, стимулируя головку клитора, ну или, блин, так, как вот вам легче всего мастурбировать для достижения оргазма. Подошли к этому самому кульминационному моменту, к пику, и не доводя себя до оргазма, дав себе секунды три отдохнуть, просто замираем, чтобы возбуждение чуть-чуть спало, чтобы от стимуляции зоны G мы сразу не кончили. И после этого начинаем стимулировать только зону G. То есть мы вводим пальцы во влагалище и начинаем вот такими выдавливающими движениями. Раз, два, три, четыре, пять. Я вернулся. Вот, ты вернулся. Все, да. Вот, не доводя себя до оргазма, даем себе чуточку отдохнуть, а потом начинаем стимулировать верхнюю стенку влагалища и зону G, надавливая пальчиками. Если возбуждение при этом нарастает, и мы подходим к оргазму, значит, мы делаем все правильно. Если возбуждение начинает спадать, значит, мы все равно делаем все правильно. То есть мы чуть-чуть постимулировали нервное окончание, постимулировали верхнюю стенку, постимулировали зону G, чувствуем возбуждение начинает спадать, вынули пальчики, снова начинаем мастурбировать так, как нам нравится, для того, чтобы достичь почти пикового состояния. Достигли почти пикового состояния, снова вернули пальчики внутрь влагалища, снова стимулируем верхнюю стенку влагалища и зону G. Снова, если возбуждение растет, продолжаем, если возбуждение падает, вынимаем и снова начинаем мастурбировать. Так делаем до четырех раз. Если получилось кончить от стимуляции только зоны G, замечательно. Если не получилось кончить от стимуляции зоны G, додрачиваем так, как привыкли, делаем ратификацию, позитивное подкрепление процесса оргазмом, обычным стандартным. Кушаем сахарок. Что-что? Да, сахарок. Кушаем печенье. И делаем что-нибудь еще хорошее, приятное после этого, чтобы мозг запомнил, что ты сделала все правильно. Обычно в среднем таких попыток нужно штук 5-6. Если ты умеешь получать оргазм от клитора, то 5-6 попыток тебе вполне хватит для того, чтобы получить оргазм от стимуляции зоны G. В дальнейшем мы начинаем усиливать это все мероприятие, стимулируя, надавливая на зону G, стимулируя железу скина для того, чтобы получить еще и сквирт-выброс эякулятора. Но, опять же, я же говорю, вот этот процесс в таком, если мы его так делаем, в конечном итоге мы получим этот сквирт. Но чисто с пальцами мы заебемся это делать. Будет долго. Легче купить кролика. Зато по каждому мужику, который хоть раз в жизни, не то что как бы доводил до сквирта, но хотя бы пытался. Ну, это да, да, да. Совсем вообще во всех тонкостях это поймет. Вот, что мы делаем с кроликом. У кроликов обычно верхний усик, который стимулирует клитор, отгибается, либо выключается. В зависимости от марки. И что мы делаем? Мы стимулируем сначала верхним усиком и внутри влагалища, то есть это вибрирует и это. Потом чувствуем, оргазм подводит, этот вибратор убрали от клитора, у нас только вибрирует внутри влагалища. И мы снова выдавливающими движениями начинаем двигать этот вибратор, чтобы у нас стимулировались дженни за скина и стимулировалась зона G. То же самое 3-4 раза получилось кончить заебись, не получилось кончить, додрачиваем как можем и снова получаем позитивное подкрепление. В конечном итоге ты сквертанешь. Теперь еще моменты. Что важно? Критерии, которые нужно понимать, как калибровать свои физические ощущения, чтобы понимать, что вот все сейчас будет. Во-первых, у тебя расслабятся стенки влагалища. Ну, не у тебя, у тебя нет стенок влагалища. Слово «калибровать» немножечко надо разъяснить. Как отмечать условно, что у тебя близка к этому состоянию. Как обратить внимание на свои ощущения внутри тела, чтобы понять, что ты близка к этому состоянию. Увеличивается количество лубрикаций. Перед оргазмом всегда у женщины увеличивается количество лубрикаций. Становится мокрее. Ну, почти всегда. Давай так, почти. Есть ощущения. Но почти всегда увеличивается количество лубрикаций. Почти всегда расслабляются стенки влагалища, и внутри становится свободно. Женщина переходит на дыхание низом живота, что усиливает приток крови и расслабляет мышцы. То есть, как мужчинам я то же самое говорю. То есть, когда ты понимаешь, что хлюпать начало безбожно, и стенки влагалища расслабились, пальцы ходят свободно внутри, их ничто не ограничивает и не сжимает, вот только тогда нужно начинать хреначить скрип. До этого мы просто стимулируем и возбуждаем различными способами. Но когда она уже почти готова, вот тогда мы берем два пальца и начали хреначить, хреначить, хреначить. Там прямо вот так вот хлюпает все, и через пару минут она кончает. Притом достаточно ядно. Похоже на этот момент, как Павел Воля писал, на ежа трудяк. Это да. Да, да, да. Я знаю, что очень такая интересная штука – это лица во время оргазма. Девочки там некоторые стесняются, мальчики стесняются тоже. Но как бы парням нужно в первую очередь стесняться, скажем так, своего лица, когда они вот как бы пытаются, вот это пытаются, не наслаждаются, а пытаются. Это прям просто шикарно. На самом деле я с собой тоже отвечал не раз. Да, подборка звуков во время оргазма у мужиков – это вообще, блядь, бабы ржут постоянно. Мы очень прикольно кончаем. Если, знаешь, этот, если ты знаешь, что ты очень прикольно кончаешь, ты можешь этот брутально изобразить. Я брутально изображаю оргазм. Я такой – а-а-а. Вот так. Чтобы не – а-а-а. Чтобы вот так вот не делать, блядь, приходится брутально там – а-а-а. Типа – а-а-а, выйди, выйди, все. Да, 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 да. Так, слушай, ну смотри, вот мы с тобой знаем, как определить оргазм женского. Ну кто кроме нас еще не знает, да никто, мне кажется. Вот, ладно, скажи мне, вот по твоему опыту. Вот девочки в среднем по больнице, возьмем статистику там, как говорится, температуру морфа. Вот часто ли девочки знают о своем оргазме? Что это такое, как он проистекает? Ты пропал. О, отстыл. Ага. Смотри, некоторые девочки думают, что они кончают, но на самом деле они не кончают. А некоторые девочки думали, что они никогда не кончали, но на самом деле кончали. У меня такое бывало. Но этот процент очень мал. Вот и тех, и других достаточно мало. В большинстве случаев девочка понимает, что она кончала и понимает, что она никогда в жизни не кончала. Вот. Оргазмирующих женщин в принципе меньше, чем неоргазмирующих по статистике. Вообще в принципе глобально оргазмирующих, неоргазмирующих. То есть девочек, которые могут кончить от мастурбации каким-либо способом, нормальным там, либо дезадаптивным еще каким-нибудь, 40%. То есть 60% девочек не кончают, никогда не испытывали оргазм. А во время секса с мужчиной может кончить всего 20% женщин. И то хотя бы раз кончало во время секса с мужчиной 20% женщин. А систематически, почти постоянно, почти постоянно, кончают во время секса... Так, я снова пропал, да? Или нет? Немножечко, да. Да, мне тут позвонили. А систематически кончают во время секса с мужчиной процента 4% женщин. То есть найти оргазмирующую женщину, надо еще пиздец как постараться, чтобы она вот еще с тобой кончала. Системно кончала с тобой. Поэтому это уже такая информация на уст для мужиков. Если у тебя был секс с 20 женщинами, и все они сказали, что они с тобой кончили, 19 из них спиздело. Мне нужно серьезно с ним поговорить будет. Да. Ну, давай, закончим про печальные вещи. У нас есть еще и более позитивные, наверное. Все-таки, да, техника, я думаю, хорошая, она пригодится, потому что все-таки контент, когда съемка контента идет, я не думаю, что всем прям удается расслабиться. Бывает так же, как девочки понимают, что контент, вот у меня сейчас стоит два телефона, я в таких кустарных условиях себе подсветку такую сделал. И, соответственно, вот еще камера стоит, и если бы я, допустим, что-то записывал, понятное дело, что не в прямом эфире, хотя есть те, кто и в эфир прям выходят тоже в том числе, может это отвлекать. Вот, и, соответственно, когда девочка уже понимает, как на уровне тела, есть там в тихо-спокойной обстановке, то дальше потом это будет проще делать. Это действительно круто, здорово. Я такого не знал, мне про такое никто не говорил. Соответственно, это прям вау, конфетка, клево, и хорошо, что эта информация теперь как-то есть. У меня и у девочек. Вот, кстати, ты правильную штуку сказал по поводу расслабленности. Это вообще важнейший критерий женского оргазма. Если женщина расслаблена, комфортно себя чувствует, чувствует себя в безопасности, вероятность того, что она кончит, гораздо больше, чем если она напряжена. А во время секса с мужиками большинство девочек напряжены. Как бы можно было посмотреть, кто, я бы спросил такой вот в прямом эфире, кто, поставьте плюсик, кто считает, что Олег немножечко застрял в усиле. Вот, да. Но вот я помню, что ты начинал про расслабленность, что это одна из самых важных вещей, и дальше какое-то... Да, да, да. Ты правильно сказал, что да, расслабленность – это важная штука. Я подтвердил это, потому что женщина может получить оргазм во время секса, только если она расслаблена и чувствует себя в безопасности. Именно поэтому девочки от мастурбации чаще получают оргазм, когда они наедине с собой находятся, чем во время секса с мужчиной. Потому что во время секса с мужчиной девочки сейчас напряжены. Они пытаются показать себя с лучшей стороны, доказать, что они хорошие любовницы, занять правильную позицию тела, там, выражение лица, за всем надо следить. А это напряжение. А напряжение равно отсутствие оргазма. Вот. Логично. Как бы это так. Да. Ну, давай, в принципе, тему-то мы раскрыли. Ну, так, голопом по Европам, но раскрыли. И, в принципе, полчасика даже уложились. Можно что еще сказать? Если у кого-то есть вопросы касательно своей сексуальности и того, как сделать себя по-настоящему оргазмирующей, ну, то есть, независимо от любовника, независимо от места, времени, суток и всего остального, то велкам, как бы, записывайтесь, пишите мне, я контакты оставлю. Вот. Разберем ваш вопрос. У меня есть такая функция для вас специально созданная бесплатная консультация. Вот. Можете написать. Мы с вами пообщаемся, разберем ваш случай и, как бы, замутим что-нибудь счастливое, хорошее, так, чтобы у вас были яркие, крутые оргазмы на все случаи жизни. Ну, профессион, при этом, я точно знаю, что, как бы, одна девочка, вот, прям, вот, пару-тройку месяцев назад к тебе пришла, потому что, как, мы тогда жили в Турции, и, соответственно, ВНЖ делали, и вот как раз возник вопрос, запрос я бы сказал по поводу, там, не помню, чего конкретно, вот. Да-да-да, но у нее был прям такой очень глубокий запрос, даже не про секс. Да. У нее был очень глубокий запрос. Вот, Олег, да, и, соответственно, вот. Там еще тоже парочку, как бы, знаю, и знаю, что ты, в целом, девушек из темы, ты, в целом, тоже консультировал, и это уже, как бы, здорово, ты помогаешь, потому что ты знаешь, с чем сразу, с чем сталкиваются с моделью. Это да. У меня сейчас, я вот в Питере живу, я сейчас жду, когда 16-го числа должна приехать моя клиентка, тоже с Дубая, девочка-содержаночка, такая хорошая, элитная, умничка, тоже, блин, познакомились, говорит, так и так, ну, все хорошо, оргазмов нету. При этом от мастурбации оргазмы есть, сама себя довести могу, а во время секса с мужчиной не могу расслабиться. Вот тоже будем решать, как бы, вопрос. Но это стандартная история, это часто встречающаяся штука, и вполне себе. Вот очень важный еще момент, прям вот для девочек, которые будут смотреть. Если у вас есть оргазм от мастурбации, если вы вообще знаете, что такое оргазм, испытываете его, то сделать так, чтобы он у вас получился в постели, будет не так уж и сложно. Сложнее, если вообще нет оргазма, но тоже решаемо. Вот, как-то так. Ну, то есть, по сути, все могут испытывать оргазм. Ну, то есть, как бы, нет тех, которые вообще в принципе не могут испытывать оргазм, если мы не говорим про какие-то там заболевания. Да, если мы не говорим про заболевания, то да. И есть еще один нюанс. Давай так, если девочка до 40 лет дотянула и никогда в жизни не мастурбировала, и никогда не испытывала оргазм, то уже вряд ли что-то получится. То есть, есть дедлайн у девочек с оргазмами – это 35-40 лет. Вот до 35 лет надо решить этот вопрос. Потом будет тяжеловато, да. Поэтому не затягиваем, не затягиваем с оргазмами. Потом сами когда-нибудь появятся, когда встречу большую светлую любовь, так и получится. Оргазм – это то, что было... Я все-таки забыл помнить вопрос этот немножко изучал, скажем так, и то, что как бы женщины несколько иначе оргазм испытывают, чем мужчины. Ну, по крайней мере, если говорили про волны, про ощущения и так далее. Ну, в целом, в целом. Но ежели, скажем так, отдастся вот этим ощущениям, которые во время оргазма, если прямо к растянув, получается, то, блин, ну это на самом деле одно из офигеннейших ощущений, которые в целом есть в жизни. Вот. И поэтому, если этот вопрос как-то не решен, то надо. Да, легально. Вот. Это важно. Ну, потому что каждый день что-то там закрывается. А при правильной постановке не хуже экстази? Если прямо все правильно сделать, да. Есть же тантрические оргазмы. Ты знаешь, как получать оргазм в течение часа, двух часов, не прекращая? Нет, я же не свидетельствую. Это лучше, чем ты можешь. Ты можешь. И ты можешь, и женщины могут. Это называется тантрический оргазм. При правильной подготовке, при наличии оргазма можно его испытывать, хрен тебе знает, сколько времени. Я один раз так довел себя до иступления. Короче, блядь, уже все там попрактиковался, потрахался. Вот вышел вот в это состояние непрерывного оргазма, а потом мне звонят с работы, говорят, блядь, Олег, ты должен быть на работе через полчаса. Я такой вынимаюсь с женщины, одеваюсь, а у меня оргазм продолжается. Я иду по улице, а у меня оргазм продолжается. Я такой думаю, блядь, сейчас одно, сука, неправильное движение. Один, нахуй, неправильно сделанный шаг, и я спущу себе в штаны. А там волнами прям поднимается это ощущение, блядь. Я такой уже начинаю дышать, успокаиваться, блядь, где-то минут десять еще потратил на то, чтобы это все замедлилось, успокоилось. А так, блядь, ну, то есть его можно вообще сутками напролет успокоить. Но это уже такая дофаминовая яма. Скажи, а скажи мне, пожалуйста, вот для женщин вот этот тантрический оргазм, если его изучать, если по его пути следовать, то вот что он может дать, ну, помимо непосредственно оргазма, понятное дело? Слушай, такая штука дает наполненность энергии очень сильно. То есть ты как бы… Вообще оргазм перезагружает мозг, а такой оргазм дает переизбыток гормонов и, так скажем, продлевает здоровье, молодость, увеличивает, продлевает жизнь. Вот, но это уже такая даосская практика, называется даосская алхимия. Для женщин это учение белой тигрицы, охуенная практика, там комплекс практик. Но это не для всех, давай так. Это для женщин, которые не ставят перед собой целью серьезные моногамные отношения. Ну, точнее, там можно устроить серьезные моногамные отношения, но они не будут моногамными. Потому что там практика даосская, вот это вот белое тигрицкое подразумевает, что у тебя есть постоянный любовник, главный бог, с которым ты обмениваешься энергией. И есть пять любовников, у которых ты забираешь энергию. Вот. Ну, то есть как бы… Там вот так. А у мужиков есть даосское учение золотого дракона. Такая же хуйня. Вот. Вполне подходит ты из разряда, как женщина, которая… Женщина Робин Гуд. Она отбирает секс у богатых и отдает ему беду. Вот. Ну, хорошо. Да, 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 да. Но там же надо еще правильно все делать, чтобы это тебя не истощало. Потому что девочки некоторые считают, что они во время секса отдают энергию. И когда они так считают, они ее действительно отдают. А когда они отдают, они истощенными себя чувствуют. И поэтому хотят у мужчины что-то забрать взамен того, что они отдали. А на самом деле, дающая начало у мужчины, как бы энергию во время секса, именно сексуальную, мужчина отдает женщине. Женщина ее преобразует. Ты завис. Ты меня слышишь? Ну, я слушаю. Да, я внимательно слушаю. Да, да, да. Вот. Женщина ее преобразует в энергию любви, а потом уже отдает ее мужчине обратно. И так все наполнились энергией. Мужчина отдал женщине сексуальную, женщина отдала мужчине любви, энергию любви. Все счастливы, все наполненными ушли из секса. У всех энергии стало больше, чем было. И у всех энергия та, которая им самим нужна, которой им не хватает. А если трахаться отдавая только, то как бы будешь истощенным и истощенный. Слушай, а вот если мы заговорили про энергию, и, соответственно, про кадр. Ну вот, то есть девочка мастургирует, условно, она энергию уже наверняка как-то отдает. Понятное дело, что потом, когда там, если агент вступает, или она там сама снимает бабки, неважно, то есть как бы эта энергия через День Знаки, она возвращается. Но в моменте, вот, если так посмотреть с точки зрения энергии, опять же, что-то происходит, если что-то происходит, то что? И если что-то негативное, то как от этого негативного избавиться в моменте? Смотри, Ну да, такой прям эзотерический уже, но девочкам такая штука нравится. В чем прикол? Ты обмениваешь свою сексуальную энергию на мужское внимание и восхищение, а деньги являются уже эквивалентом потом просто. Если ты воспринимаешь деньги как энергию, которую ты получил взамен на то, что ты отдал свою сексуальность, тогда есть вероятность, что если это для тебя не то, чем тебе нравится заниматься, а ты этим занимаешься только ради денег, да, то ты будешь энергию тратить, потому что денег всегда будет чуть меньше, чем то, что ты отдал. Цена, цена, которую тебе за это заплатили, всегда кажется нам чуть меньше той ценности, которую мы отдали, этот способ мышления мозга. Но если ты отдаешь энергию, если ты отдаешь энергию сексуальную, получая за это внимание, а ты его получаешь от мужчин, и внимание, и восхищение, и все остальное, когда они на тебя смотрят, восхищаются, то ты получаешь отдачу сразу, а деньги являются подтверждением. То есть как СТМС скажет, чувак, да, кайфово. То есть энергию ты получил от восхищения, а когда тебе пришли на счет деньги, это как сообщение от Вселенной, вот ты получил вот столько энергии восхищения. Потому что есть еще эзотерически неправильная модель, которая нам сейчас трасслируется даже бизнес-коучами всякими, да, особенно женскими, которые говорят, энергия денег это энергия секса, это одно и то же. Нихуя подобного. Все в мире это энергия секса, а деньги, сука, это универсальный конвертер одного в другое. Деньги сами по себе не энергия, деньги конвертер энергии в энергии. Они похожи очень сильно, да, потому что как за секс можно получить все, потому что это универсальная энергия, так и за деньги получить можно все, поэтому их часто путают, но это нихуя не одно и то же то есть это как ну как спасибо вообще в принципе деньги это как спасибо от сбербанка я думаю хороший бонус такой опять же нужно еще понимать что если денег опять же мало всегда то это сейчас по большей части не к тебе девочка обращается некоторые работают в агентствах менеджера забирают рекламу и так далее все нужно тратить 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 не всегда у девочек это перед глазами но так что раз в пять точно вы больше восхищаете людей чем как бы вы как бы знаете те кто работают сами на себя но в целом могут прочитать всякие комплименты которые пишут но при всем при этом пишет еще и всякие непотребства это уже как бы немножко демотивирует но я думаю таких мужиков можно смело слать хуй вот и с ними особо не считаться если деньги то они в целом молодцы но вот а так слушает здорово меня я прям для себя тоже пометил я каждый раз что-то здесь помечаю потому что всегда хорошие люди здесь выступают я еще ни одного плохого не пригласил поэтому да я вот обязательно скину фотографии вот этих фан-факторе это вибратор вот кролика ну соответственно техника мост прям на думаю всем вы все вот просто всем must have надо делать каждый день я вот начиная прям с этой секунды вот ну и да и собственно будет найти какую-нибудь прописать такую в легкую форму статейку подготовку и железы скина ну вот просто чтобы это интересно можно было почитать вот ну а белая белая тигрица думает у тех кто уже готовы стать этой белой тигрицы это да я вообще таких стараюсь выращивать я говорю у меня месте сделать женщин максимально сексуальными как можно больше женщин сделать максимально сексуально сексуально свободными и умеющими возможность выражать свою сексуальность так как они хотят вот для этого сука я рожден при всем при этом я помню что как ты работал в секрет тренинговом центре я тоже поделать свое время да ты уже женщина сейчас я работаю в секс рф тоже такой же тренинговый центр обучение по обучению сексу вот и у меня частная психологическая практика частная психологическая практика это вот моя основная так скажем работа сейчас я еще хочу тренинги по записывать группу групповую терапию начать вести тоже классная тема собрать так девчонок 10 вместе и чтоб они делились своим жизнь опытом своими убеждениями транслировали друг другу позитивные убеждения получали ратификацию того что это нормально быть сексуальной друг от друга от общества потому что ратификация подтверждения позитивного ключа сексуальности очень важно прям пиздец как важно для женской сексуальности питер мако вот слушай будет и в живую и в онлайне вообще я в москве же это я сейчас только в питере вот скорее всего живую будет в москве а так в онлайне будет у меня но я планирую взять три группы две в онлайне живую вот максимум по 200 человек и вести тогда это прошу когда будет у тебя там анонс онлайн такого мероприятия скинь нет потому что кому-то может если это полезно и я обязательно выложу нас на канале чтобы девочки если что как раз обратиться и ну я просто точно знаю что если к тебе обращаться то хотя бы башка на место может быть вернется нужное русло это можно доверять ну не хотя бы оргазм точно появится ну не точно на 95 процентная вероятность но башка на место при любом раскладе встанет да ты про это круто это здорово тогда что же давай тогда мы немножечко попрощаемся со всеми ну вот продолжим поговорим отдельно да уже так собственно спасибо большое то что ты провел эти замечательные 47 минут вместе с нами со всеми и те кто видит записи я очень хочу чтобы в комментариях что-то написали какие-то вопросы потом пересылать вот или мне лично короче форма обратной связи какая-то найдет 100 процентов вот и это было действительно ценно круто такие советы но на дороге вот так не валяется того что человек который в этом уже давно варится и понимать о чем все давай прощаемся пока пока